Музыка Священный мусульман месяц Рамадан завершается. Рамадан – это время поста, и верующий соблюдает его уже более трех недель. Согласно канонам ислама, в эти дни мусульмане обязательно ходят в мечеть и помогают нуждающимся. Каждый мусульман должен обязательно в эти последние дни делать больше добрых дел и покаяться Всевышний мусульман за свои ошибки, за свои поступки нехорошие. Многое в Рамадан под запретом. Харам, в частности, нельзя есть и пить с рассвета до заката. В пост принимать пищу разрешено лишь после вечерней молитвы. Как раз к этому времени наша съемочная группа и приехала в мечеть на праздник ифтар. Во дворе мужчины готовили шурпу и плов. Почти уже у нас как бы готова шурпа. Овощной суп с бараном очень вкуснее. Ну, специи, конечно, картошка, мясо, морковка, все есть и на ифтар. Ну, где-то, считаем, человек на 200-250 человек. Чтобы приготовить казан шурпы, понадобилось больше 30 килограммов баранины. На плов мясо ушло вдвое меньше. Риса и моркови по 20 килограммов. Самые повара тоже держат пост. Когда держишься пост, вообще себя легко чувствуете. И все. Это полезно, очень даже полезно. На столах много выпечки и сладостей. Их готовили женщины. Каждая женщина, придя сюда на праздник, приносит с собой что-то. Собственное изготовление. Кто принес чак-чак, кто каштале, кто беляш. А это блюдо называется кырт. Сладкий творог коричневатого цвета. Оно готовится из молока, варится не менее 4 часов. Туда добавляется сахар. Заметим, этот пост нелегкий. Сдерживать себя нужно почти 19 часов. Принимать пищу можно только после 9 вечера и до половины третьего ночи. Через неделю пост завершится. Верующие будут отмечать уразовая рам. Юлия Лаптева, Виталий Немов. Новости Димитровграда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова